В четвертый раз Ульяновская область становится центром скопления туристических деятелей. С 15 апреля в региональном центре стартовал ежегодный международный туристский форум «Отдых на Волге». Торжественное открытие масштабного события состоялось сегодня. В этот же день в фае Ленинского мемориала заработала выставка туристических проектов, где на этот раз представлено свыше 80 вариантов отдыха на территории области и в соседних регионах. В этом году акцент делается на развитие санаторно-курортных комплексов. Здоровье всегда являлось самым главным для человека, и поэтому оздоровление является одной из функций нашей компании. Мы ждем как контингент молодых, как маленьких, так и пожилого возраста. А так как вода – это самое главное, существовавляющее организм, соответственно, «Отдых на Волге» является самым главным. Недаром форум носит статус международного. Некоторые экспозиции знакомят участников с отдыхом не только на Волге, но и приглашают посетить, например, Вьетнам. Прикоснуться к восточной культуре помогает организованная на площадке дегустация национальных немблинчиков и вьетнамского чая или кофе. В ближайшее время из Вьетнама много. Они тоже брали отдыха в России много. И летом, и зимой они тоже приехали. И из России тоже, в Вьетнаме тоже сейчас. В ближайшее время это тоже много. По соседству с экспозициями в холле музея Ленинского мемориала проходит окружной этап по Волжье Всероссийского конкурса «Туристический сувенир». В этом году участники из Ульяновской, Самарской областей, Думуртии, Татарстана, Мордовии и Чувашии представляют 470 сувенира. Одним из главных критериев оценки памятных подарков являются качество, цена и упаковка. Очень важно вес и размер. Для тех, кто путешествует и едут особенно, улетает из Ульяновска или Казани, из наших привозских городов, улетает на самолете, мы понимаем, сейчас авиакомпания, каждый ужесточает требования как к ручной клади, так и к багажу. И это тоже имеет значение, чтобы я не переплачивал. Победитель привозского этапа конкурса сувениров получает путевку в общенациональный финал состязания, который в этом году пройдет осенью в Саратове. Супружеская пара из Казани за всегда три конкурса два раза. Они остановились обладателями гран-при национального этапа. Продукцию их авторского музея «Чак-чак» из раза в раз признавали лучшей. Решили попытать счастье и в третий раз. В Ульяновск они привезли новый бренд подарков под единым названием «Айда-сувенир». Мы не очень любим стандартные магнитики. Мы придумали для них какой-то интересный вариант, который покупают даже те люди, которые не покупают обычно магнитики. Почему их интересны эти магнитики? Они вот, например, такие... Ну, обычно мы привыкли, что магнитик – это какой-то вид города. А мы сделали его там с логотипом или с какой-то фразой про татар. Площадка Удмуртской республики представлена на конкурсе в третий раз в этом году. Помимо уже привычных памятных изделий из кожи, кости и бронза, сотрудники представили проект нового сувенира из города Воткинска – памятное литое блюдо. Которое было сделано в 1887 году на Урало-Сибирскую промышленную выставку. Само по себе блюдо является очень уникальным. Оно, по сути дела, рассказывает всю историю завода и всю историю города. Здесь и герб Российской империи, и герб Вятской губернии. Имена победителей конкурса сувениров будут известны уже сегодня вечером. А с экспозициями можно будет ознакомиться до 21 апреля. Рината Алиулова, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды.